друзья привет сегодня хочу поговорить частотных конфликтах 90 процентов частотных конфликтов связаны с этапом аранжировки ну в общем собственно на этом видео можно было бы уже и закончить теперь давайте поговорим подробнее и собственно попробуем понять что я имею ввиду для того чтобы решить частотные конфликты первое не нужно бороться с резонансами резонансы естественны для инструментов второе нужно понять где какие инструменты находятся какие находятся в каком частотном диапазоне именно это я и хочу вам собственно сегодня рассказать давайте разберемся весь наш слышимый спектр это от 20 герц до 20 килогерц где какие инструменты находятся для простоты весь слышимый спектр я разобью на 5 частотных диапазонов низ условно говоря до 200 герц нижняя середина 200 500 от 500 до 2 килогерц середина от двух килогерц до 4 килогерц верхняя середина и выше 4 килогерц это вверх где какие инструменты находятся внизу у вас всегда кик и бас ну до 200 герц поскольку мы взяли то там еще могут быть и низкие мужские голоса присутствует и низкие гитары и частично какие-то другие инструменты но основные доминирующие инструменты здесь это кик и бас в нижней середине основной инструмент здесь это пэд что такое пэд ну пэд с английского слова переводится как подушка именно такую функцию и выполняет эти инструменты вообще пэды они как бы исходно они берутся от струнных то есть струнные пэды это гармонический инструмент который как правило ведет гармонию трека и он находится в нижней середине скрипки могут быть и выше но в принципе сами пэды по своей природе это струнные и неважно какой у вас пэд это может быть струнный это может быть гитарный пэд это может быть синтетический пэд но все равно функционально он всегда находится в нижней середине и это гармония у вас есть бас дальше у вас идет гармония значит пэды это доминирующий инструмент в нижней середине кроме пэдов естественно здесь будут мужские голоса здесь будут гитары здесь будут синты и все остальное но главная функция этого диапазона это гармония гармония или гитарная или струнная или синтетическая сейчас идем в студию я вам покажу на примерах как это решать и в чем собственно проблемы частотных конфликтов первое что я вам хотел показать это конфликт между фортепиано и пэдом вот такой трек такой break beat кусочек послушаем вот эти две партии сейчас конфликтуют между собой потому что тасситурны они находятся в одной октаве ну то есть басы у рояля они в общем то вообще здесь не очень важны в этой партии да здесь важны вот эти верхние нотки и вот сейчас у них явно совершенно конфликты фортепиано не прослушивается для того чтобы сделать понятным фортепиано нам нужно сделать что-то с этим поэтом сам по себе пэт он звучит вот таким образом первый способ это эквализация давайте попробуем эквалайзер если мы сделаем приглушим верхний регистр у пэда и поднимем наоборот нижний то мы получим как раз тот эффект который нам нужен вот так это будет работать в треке то есть фактически мы подняли нижний регистр у пэда на самом деле у него громкости уже даже слишком велика сейчас мы чуть-чуть опустим в нижнем регистре он сейчас звучит громче чем верхнем но уже не мешает роялю смотрите то есть каждый занял свое место пэт ниже он в нижней середине рояль выше пэда второй способ можно попробовать поработать с мультибэндом и допустим мультибэндом то же самое поджать верхний регистр когда это будет выглядеть вот так на самом деле результат примерно такой же есть еще третий способ как можно избавиться от этой проблемы первое взять телефон позвонить аранжировщику и сказать слушай чувак ты можешь опустить пэт на октаву ниже и у вас проблема будет решена озвучать это будет примерно вот так музыка 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 отсюда вывод большинство проблем и большинство частотных конфликтов заложены на уровне аранжировки теперь давайте попробуем то же самое посмотреть по поводу кик и снейры то есть это будет у нас low end это будет самый низ на том же примере вот в этом треке кик используется очень высокий если посмотреть на эквализацию то не здесь да ну ладно давайте попозже посмотрим на эквализацию теперь послушаем вас опасно оборот кик очень высокий а вас низкий его есть высокочастотная составляющая верхней части спектра не высокочастотной конечно это не это в районе двух четырех шести килогерц вот но у него такой очень мощный сам особенно вот здесь вместе они прекрасно дружат кик выше вас ниже теперь давайте попробуем посмотреть на эквализация эквализация у баса по эквализации у кика его спектр он вот здесь находится сейчас я отключу полосы которые этот уже накрутил ну видно да что кик работает в районе это 130 герц но у него нет низкочастотной составляющей поэтому в принципе они изначально не конфликтуют даже если я сейчас подниму вот ему 59 то от этого собственно ничего не изменится потому что у него там нет ну предположим мы сделаем так мы опустим кик на октаву вниз вот теперь у них частотный конфликт ну конечно кик нельзя опускать на октаву это очень грубо потому что режется атаки транзиент и все пропадает даже если мы поднимем ему вверх все равно ничего хорошего из этого не выйдет сверху он как-то читается но пинать он перестал поэтому это плохое решение но это иллюстрирует то вот если бы аранжировщик выбрал кик низкий и бас низкий то у вас была бы вот такая же проблема опять же она решается таким же способом иногда это можно решить просто эквализации но чаще всего проще позвонить аранжировщику и попросить слушай парень ты мне пожалуйста сделай другой кик который будет работать на такой-то ноте да там или на такой-то чистоте сделай кик повыше если это возможно если невозможно тогда вам приходится выкручиваться самому так как это возможно здесь это не работает отлично дружат кик и бас если мы его опускаем все мы теряем все при том что он в принципе становится низким да и мы слышим что там на нем низ есть подобные вещи могут быть и в живой музыке и в рок-музыке посмотрим на примере мы как-то уже рассматривали этот трек 2 мелодическая ну поскольку это рок-трек то фактически мелодическая партия естественно это мелодическая а поэт он собственно прикрывает и поддерживает драйвовой гитары делаем его чуть погромче видите тасситурно они опять же в одной в одном диапазоне и правильнее было бы опустить пэт на октаву вниз при аранжировке тогда бы это звучало вот так я сейчас покажу в первом случае сейчас я вам покажу фрагмент в первом случае она звучит так как она звучит в оригинале она собственно и записана на октаву ниже хотя там есть много обертонов сейчас об этом чуть позже поговорим посмотрите как тасситурно по октавам сразу будет влиять читаемость мелодической партии на пэт будет влиять на читаемость мелодической партии то же самое можно решить с помощью эквализации компрессии может быть какой-то дистошн сейчас я посмотрю что у нас тут из-за варианты и что из этого подойдет тоже это решит проблему смотрите сейчас они в одном месте теперь поэтому подпирает снизу ну и в общем массе здесь получается двойной смысл с одной стороны мы делаем pet ниже и он создает глубину и объем во всей фонограмме потому что он подпирает гитары снизу хотя гитары там тоже есть да но у гитаров большая составляющая в верхней середине а пэд погрузился ниже он в нижней середине вообще пэды всегда нижней середине и они создают объем и глубину фонограммы вот их основная задача как только мы их перемещаем вверх они начинают мешать гитарам солирующим инструментом вокалу иногда даже хэту они умудряются мешать есть такие пэды посмотрите как это работает есть глубина ну подниму еще по громкости чтобы было явно слышно и вот так не надо делать громко но я сделаю внизу то есть с гитарами он тоже прекрасно дружит давайте послушаем как это будет с гитарами ну с гитарами он дружит только когда внизу а когда в верху он им мешает ну и то же самое все вместе надеюсь это полезно и понятно вам было всем спасибо всем хороших миксов пока